Теренгульский район На выбранный участок приехали представители правительства, экологи и неравнодушные жители. Мнения последних разделились. Часть теренгульцев согласилась с решением о строительстве завода, часть же приняла кардинальную позицию. При этом большинство несогласных оказались даже и не жителями муниципалитета. Конструктивного диалога, да и в целом диалога не получилось. Как сказали протестующие, 6 километров слишком близко к домам, а 10 километров слишком далеко от работы. Работу как за 10 километров, а не в чем? Больной что ли? Чего? Бредом? Библиотеку, библиотеку. Горейте веб-поприск. А на 10-й день, а на 10-й день, а на 10-й день, а на 10-й день. А на 10-й день, а на 10-й день. Вы не будете строить. Не надо не успокаивать. Выезжайте от меня. А на 10-й день, а на 10-й день. Пожилые люди не скупились на слова. Не стесняясь выражения, жители соседних поселений буквально забрасывали друг друга бронью. На все факты и доводы экспертов заволнованная публика тут же отвечала агрессией. И, кажется, многих строительство завода уже и не волновало. Нароше часы у министра. Он спрятал их? Да не надо. С выбранного места все участники встречи отправились в ЕСАшную Ташлу, чтобы в более формальной обстановке обсудить все волнующие вопросы. Но и тут с диалогом не задалось. Когда кому-то удавалось успокоить кричащую толпу и задавался вопрос, ответить на него уже было невозможно. Начиная предложение в тишине, заканчивать его, перекрикивая толпу, было уже нереально. Я же не прав, ты еще раз. Я вам начинаю говорить, вы начинаете кричать. Мы с вами договорились в самом начале. Как вы хотите, чтобы с вами разговаривали, если вы сами же те условия, которые выставляете. Да можно я вам отвечу, что ли? Да нет. Прибывшие из областного центра хулиганы попытались сорвать диалог и открыто заявили о намерении организовать гражданские беспорядки. Однако жители Серенгульского района сумели отстоять завод, единодушно проголосовав за начало скорейшего строительства. Насмешки за спиной, обвинения в продажности, пожелания скорейшей смерти и бесконечный мат. Что это? Безумие, отчаяние или спланированная акция? Кто и зачем руководит простыми гражданами? Желание жить в экологически чистом районе? К слову, вся ИСашная Ташлаут просто утопает в мусоре. Пакеты и бутылки видны на обочине невооруженным глазом. Может, стоит начать с себя? Провести субботники, убрать всю территорию? Это принесет больше пользы населению, нежели бесконечные крики. А между тем, новый цементный завод уже претендует на статус самого удаленного от любых населенных пунктов предприятия строительной отрасли России. Отныне важнейший государственный проект России и Китая по праву может называться «Завод дальний».